Давайте приготовим воздушный как облачко. Потрясающе нежный, один из моих любимых рецептов, меренговый торт. Отделяем белок от желтка, понадобится около 8 яиц. Добавляем пол чайной ложки соли и щепотку лимонной кислоты. Взбиваем на средней скорости до воздушной массы. В 4 этапа добавляем 350 грамм сахара и взбиваем на средней скорости. Сахар добавляем примерно через каждые 40 секунд и взбиваем до тех пор, пока масса не станет более воздушной и плотной, до пиков. При этом весь сахар должен раствориться. Далее добавляем 40 грамм крахмала и еще раз перемешиваем на медленной скорости. Отсаживаем меренгу в форме круга диаметром 18-20 см на силиконизированный пергамент. Получится 3 коржа, остальную меренгу наносим тонкими полосками, которые будем использовать для украшения. И ставим в духовку разогретую до 140 градусов примерно 40-45 минут. А пока для начинки нарежем 250 грамм клубники на небольшие дольки. Смешиваем 600 грамм хорошо охлажденного творожного сыра, 300 грамм жирных сливок и 80 грамм сахарной пудры. Взбиваем, пока сливки не станут густыми, а крем более плотным. Тем временем на меренге образовалась небольшая корочка, даем остыть, освобождаем от пергамента. Полоски нарезаем на отрезки длиной примерно по 2 см. Посуду смазываем кремом и кладем первый корж. Смазываем кремом и выкладываем половину клубники. Равномерно распределяем и снова смазываем кремом. Кладем второй корж и снова смазываем кремом и выкладываем клубнику. Кладем третий корж и весь торт сверху и по бокам обмазываем кремом. Аккуратно выравниваем и украшаем нарезанными отрезками меренгой, также нарезанной клубникой. Наберемся терпения и на 3-4 часа убираем в холодильник. Я уже готовил подобный рецепт, это меренговый рулет и многие знают, что это один из самых популярных моих рецептов. Потому что однажды попробовав этот десерт, вы точно не отстанетесь равнодушным. Этот десерт необыкновенно нежный и воздушный. Обязательно пробуйте. Всем удачи в приготовлении. Спасибо за внимание и до новых встреч.